что будем говорить? да глупо все это будем говорить всем привет с вами в этот раз Ольга и Максим не только моя говорящая голова в это замечательное июньское утро мы стартуем на вершину Монтенейро и большая скальная башенка это в массиве Призанелла прошлый сезон я закрыл восхождением на Чибу Призанеллу и мне здесь очень понравилось это был мой первый визит поэтому я решил приехать сюда еще раз и сегодня будет скальное восхождение фактически открываю свой альпинский сезон в этом году альпинский сезон открылся вид на нашу вершинку ну на самом деле ее видно даже с парковки здесь просто хороший ракурс и можно показать вот это вот пирамида очень острая и по центру можно рассмотреть хакерно-тойнеугол это есть наш маршрут логичная линия чуть ниже хижина это хижина Сигантини до которой от парковки примерно полтора часа подхода и подход под маршруты еще столько же занимает то есть можно от парковки дойти до начала маршрута примерно за три часа что собственно не так уж и плохо и позволяет совершать восхождение вот таким вот однодневным форматом наш первый приватик на Сигантини в замечательном месте и является точкой для восхождения на нашу вершину Монтенера а также на Чиму Призанелла и скорее всего это основная вершина на которую уходят эти хижины но также множество трекинговых маршрутов мое же восхождение на Чиму Призанелла собственно было в ноябре в это время хижина закрыта и мы ночевали в зимней комнате она стоит вот здесь посредством вот этот вот маленький домик это зимняя комната давайте зайдем внутрь и посмотрим как выглядит хижина внутри сам небо нервопытно какая компания или бар столовая что не говори горные хижины в Альпах очень комфортные не смотря то что некоторые из них стоят достаточно дорого ночевка в автохижине на такой высоте в горах это конечно люксус большой люксус кстати о горных хижинах у у меня есть отдельный ролик где я попытался подробно объяснить и рассказать как выглядят горные хижины в Альпах оставлю вам ссылочку в описании Используемся в описании и 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 я думаю нам нужно вот что цирк сейчас просто облака закрывает восточную стену это логично и по карте тоже мы идем в этот цирк предлагаю даже вот напрямки срезать просто слева все равно там вы справа только 10 что как-то зигзагом пойдем потому что ну посмотрим да снег мягкий он не замерз я думаю что кошки нам не нужны единственное там из-за крутизны есть вероятность что вы под маршрутом под началом маршрута на любом кошке 10 дорогами кстати вот сейчас не видно налево к этому бабу ходит классический подъем на призан его и там вроде как с эти ледничок по карте но сейчас не видно ничего начало маршрута собственно подход показался для нас комфортным снег мягкий так что кошки не одевали но местами круто так что берите на заметку зависит состояние снега действительно могут понадобиться кошки и педоруб мы сейчас находимся на втором печи на начале второй веревки потому что снега столько еще много что мы первым простую веревку просто обошли находится под нами вот на этой вот полочке начала веревки и собственно поднимаешься сюда и вот этой плите даже два шлямбура есть вот вторая станция и вторая веревка собственно начинается само лазание ориентир начала маршрута вот этот характер внутренний угол он спускается чуть левее от линии если провести линию с вершины чуть левее это линия он спускается очень большой очень заметный и вот получать на его левой стороне начинается маршрут ну даже в тумане значит легко было ориентироваться так что думаю найти маршрут вы сможете ну а Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну что ж, и традиционно Из минусов Субтитры сделал DimaTorzok В общем, тоже альпинист ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Погода в горах, пока